здравствуйте дорогие друзья меня зовут анна госева и я рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы будем говорить о мхе для орхидей эта тема вызывает очень много споров дело в том что одни коллекционеры пользуются нашим хом местным из лесных массивов а другие закупают мух сфагнум так называемых брикетах от тайских поставщиков или новозеландский мох еще его называют его производят массы китайских производителей и они разные по качеству бывает но вот лично мой опыт показывает что сам хом местным из лесного массива я договариваюсь куда проще и растение в нем растет лучше из опять же моих условий моего опыта сегодня я хочу рассказать вам как и я заготавливаю мог для орхидей вот вы видите сегодня меня тут такой ковер целый шикарного зеленого мха дело в том что я использую два вида мха вот этот вот ковровый мог так называемый мною я использую как подложку в горшке и керамические для сохранения влаги либо как верхний слой сверху субстрата для таких орхидей как целогены или касты для некоторых котлей еще этот мог очень шикарен для блоков если вы держите блочные орхидеи вы также можете использовать вот этот мог также этот мог подойдет вам для использования так называемый кокидама это такие шары которые делаются из грунта обворачиваются плотно нитками и сверху вот это вот полотно приматывается поверх этого шара этой как и дамы в центре сидит растение и получаются такие зеленые подвесные шары как и дам тоже очень красиво смотрится но нужны условия для того чтобы этот мог постоянно был живым и зеленым соответственно очень высокая влажность если у вас высокая влажность воздуха или орхидеи находятся на уличном содержании конечно вы можете позволить себе постоянно наблюдать вот эту красоту значит по поводу этого мха я собираю в лесном массиве вы находите большой камень или какой-то плиту а бывает этот мог растет прямо вот на бетонных плитах на бетонных таких постаментах вот он подойдет этот мог желательно срезать пластиковой картой дело в том что нам надо сохранить нижний дерновой слой тогда этот мог у вас будет живой и гарантированно приживется и при наличии воды хорошей природной то есть без всяких примесей водопроводных воды и при количестве хороших солей этот мог так и будет продолжать жить сверху вашего растения если будет достаточно ему влажный срывать этот мог то дерновая пара слойка вот это вот она погибая ножом я пробовала срезать тоже не так получается вот для меня самый лучший способ как это ни странно оказалось обычная пластиковая карта она так удачно проходит как лезвием острым и прекрасно снимает вот эту вот подложку мха что я делаю дальше дальше я беру обычные zip пакеты и кладу этот мог небольшие куски которые мне нужны визит пакеты добавляю немножко воды и кладу ближе к солнышку и так он у меня постоит дня два больше не надо иначе он просто запреет испортится будет плохой запах а вот за два дня он оживает и начинает расти в пакете если же у вас большая подложка и вы хотите ее использовать целиком вы можете и просто замочить там на ночь все мошки все жуки у вас в воде из нее убегают никакими инфекцицидами я этот мух не обрабатываю потому что он живой природный и вот за счет того что он живой он содержит антисептические такие свойства которые помогают растению адаптироваться и корневая очень быстро нарастает в этом благодаря наличию в нем мелких микроорганизмов он помогает тоже стартануть корневую растение также я использую мох сфагнум этот мог растет а у нас ленинградской области на болотистой местности вот он у меня уже в сухом варианте я иду летом на болотистый лес и собирая этот мог в пластиковые пакеты после ну такие как мусорные большие черные пакеты после этого я его не перебирая кладу на крыльцо он у меня хранится вот этот мох кусок прошлого лета перед тем как мне надо его использовать я беру кусок этого мха и замачиваю в емкости с водой там часик он у меня полежит впитается и раскладываю в грунт поверх грунта для орхидей тоже растут в таком мхе орхидеи прекрасно но надо помнить что где-то раз в год вы эту подложку мха должны менять потому что соли остатки удобрений он впитывает и свои свойства тем самым становится негодным поэтому раз в год нужно этот мух менять так что вот такие вот два вида мха я использую и честно говоря всем советую потому что мог если к нему приспособиться наш отечественный очень подойдет и вот это вот подложка будет шикарно смотреться если у вас есть возможность сейчас летом обязательно сходить заготовки мог для своих любимых орхидей как он вам при пересадке всегда пригодится потому что его можно просто положить в пакеты на балконе оставить если у вас есть своя какая-то дача или там загородная недвижимость вы можете оставить на террасе или также на крыльце дома и в любой момент когда вам нужно будет пересадить растения в этот мог добавить вот недавно я получила котлею мусс она пришла абсолютно без корней и я ее посадила вот по такому же принципу на такую подложку из мха и вы можете видеть как от нового ростика пошли уже корешки так что этот мог работает вот второй вариант который я вам хочу показать это растение пришло ко мне в размере одной бульбы и выпустила уже ростик новый ему вы можете видеть я в этот стакан положила мог сфагнум и на одну треть его наполнила и вы можете видеть как мог ожил он весь зеленый контейнеры все время находится вода и благодаря этому растение начала на это активный рост и растет и новый рост и корешки появились так что как вариант вытянуть растения за счет бактерицидных своих свойств имеет место использования также этого мха если это видео оказалось для вас полезным не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки я всегда рада ответить на ваши вопросы в группе вконтакте или в комментариях под видео в следующем видео я вам опять покажу мою радость ко мне пришла новая посылка буду распаковывать при вас ну и конечно друзья в это нелегкое время желаю здоровья вам и вашим орхидейка все целую обнимаю пока пока